ПАС МОЮ ЖИЗНЬ ПАС МОЮ ЖИЗНЬ И всё просто, а ты всё равно возвращаешься вновь и вновь. Как бы страдания-стремления, стремления-страдания. Это интересный феномен, ведь по идее, самые тленные игры, мрачная атмосфера, полная безнадежность, одиночество и фембой должны ухудшать психическое состояние человека, однако делают абсолютно противоположное. Вы смотрите Фрути Пупса, и это ролик о Dark Souls. Каждая история, каждый пост про связь соус-игр с психическим состоянием человека начинался или заканчивался одним и тем же тегом. Не смей превращаться в полого. С первой смертью в соусах живой человек превращается в нежить, а с каждой последующей он теряет рассудок, его воспоминания угасают, тело высыхает, а он сам становится пустым. Отталкиваясь лишь от этой информации, все истории начинают приобретать смысл, ведь нетрудно сравнить процесс опустошения с психическими заболеваниями и расстройствами. Но тут была первая загвоздка. Рассказы интернет-пользователей отталкиваются в основном от того, что соусы дают мотивацию и силу продолжать путь в жизни. Но этого было недостаточно, ведь есть конкретный механизм, который по идее способствует развитию положительных эффектов. И чтобы понять, что это за механизм, нам нужно начать с концепта. Серьез соусы... Нет, просто я понимаю, есть противоречие такое внутреннее. Нет, я понимаю, что автор доносит, да, не исключено, что соус многим спасает жизнь. Но я просто до этого спокойно игрался в игры. Чувствовал себя королем. На вершине я охуевший просто. Просто я сильнейший из сильнейших, лучший из лучших. Но зашел в соус и меня... Просто! Просто как... Просто как никто. Просто... Вот просто ты ничто, ты нахуй, ты просто. В этой игре ты ничто, просто. Все твои, блядь, старания просто. И ты такой... Блядь! Но я, я же, я же умею играть в игры. Ну, в соус ты понимаешь, что ты не умеешь нихуя играть в игры. Игры, благодаря своей аутентичности, своему сюжету... Меня лично, меня лично соус унизил по-своему. Серия соус игр, благодаря своей аутентичности, своему сюжету и дизайну, добилась не просто глобального уважения, но и стала важной частью современного искусства. Критики и фанаты по всему миру боготворят соус игры. Начиная с Demon's Souls 2009 года, заканчивая Elden Ring 2022, ни у одной из семи игр, включая их ремейки, нет оценки ниже 84 баллов на метакритике. Это многое говорит о нашем обществе. Заходя в любой соус, игрока встречает почти идентичная механика. Как и в любой другой рпг, в соусах важными аспектами игры считаются история, сеттинг, приключения, непонятный и не юзерфрендли менеджмент инвентаря и фарм ради прокачки уровня. Пока игрок двигается вперед по сюжету, проходит новые локации, апает свой уровень, прокачивает оружие у вопросительно привлекательного кузнеца, новые враги, которых он встречает, не становятся слабее, наоборот, остаются пропорционально сильными. Но, в отличие от других рпг, соус игры имеют свои особенности. Это более высокая сложность игры и бесконечные страдания. Сложность игры заключается в высокой цене ошибки. Неправильное парирование, уклонение, сделанное не в тайминг, или немного сомнительная авантюра с доверием надписям на полу, приводят к смерти. Костры, идолы и лампы – это точка последнего сохранения, в которую игрок возвращается каждый раз, когда умирает. И момент, когда игрок умирает и возрождается, символизирует цикл. Ведь, умирая, он теряет все души и прогресс, а его враги, которых он зачистил, возрождаются вместе с ним. Игрок может тратить сотни попыток, чтобы пройти локацию, и ничего не изменится. Все останется, как и было до этого. Гундир все так же будет стоять с ключом. Гигант Йорм будет все так же ждать, пока его преданный друг убьет его, а Салливан все еще будет молиться богу, как истинный чад. Каждый раз игрок сталкивается с теми же проблемами, которые волновали его в предыдущей попытке. Бесконечный круг страданий, который не дает никаких поблажек. И мы пытаемся выиграть, и проваливаем попытку за попыткой. Мы злимся, испытываем моральную тяжесть, начинаем задаваться странными вопросами, по типу, какой смысл жить, или почему у всей либеральной оппозиции страны не похожие на нашу религия. Последнее мы, пожалуй, опустим. Но когда спустя бесконечность одних и тех же попыток у нас получается пройти танцовщицу из Холодной Долины, понтифика Салливана, или убить собаку с мечом, пройдя перед этим кучу сложных мобов, это чувство прилива энергии и выполненной работы, долгий дофамин, ради которого мы так старались, опьяняет. И именно тут приходит осознание, что бесконечное количество с виду одинаковых попыток не значит один и тот же результат. Ведь все это время нас, игроков, не обижайся, дорогой зритель, нас дрессировали как волков в цирке. Я могу начать с наблюдения за естественными движениями цыпленка и давать ему подкрепление всякий раз, как он повернется налево. Скоро первая цель будет достигнута. Цыпленок начнет поворачиваться налево гораздо чаще. Теперь я могу избирательно подкреплять только более выраженные движения налево. Например, поворот на четверть круга. Сколько бы раз у тебя не получалось, ты возрождаешься, идешь по тому же маршруту, убьешь все тех же врагов до тех пор, пока не получится. Но пока ты делаешь вроде одно и то же, проходишь нескончаемый луп страданий, что-то становится лучше. С каждой новой попыткой у тебя лучше получается увернуться, спарировать, изучить механики боссов, запомнить их паттерны поведения и так далее. Сквозь сотни и тысячи глупых ошибок ты не замечаешь, как взращиваешь в себе хорошие вариации движений и потихоньку, с трудом, расстаешься с теми, что на тебя влияли негативно. Соус игры сложные, потому что они принуждают тебя учиться на своих ошибках. Они заставляют тебя меняться в лучшую сторону, болезненным и самым сложным способом. Ты учишься тому, как вырабатывать определенное поведение путем дрессировки. То есть учишься тому, как получить мастерство. По мне, так это как, блядь, как ходить на работу. Ты приходишь на новую работу, нихрена не умеешь, повторяешь одно и то же изо дня в день, и потом ты уже просто придрачиваешься до такой степени, что просто благодаря этой придрочке ты все это повторяешь и повторяешь вновь и вновь. Способ обучения есть в книге «Не рычите на свою собаку», написанный Карен Прайер. И из этой книги нам становится понятен основной способ получения навыков и последующие их улучшения. Ты – это цыпленок, которого учат танцевать. Каждый раз, с каждой победой, соусы щедро награждают нас душами, лутом или дофамином от пройденного босса, показывая, что если мы будем продолжать вести себя так, как вели себя, чтобы пройти того или иного врага, нас будут щедро награждать. А когда навыков будет вновь не хватать, нас снова заставят продолжать обучаться. Обучение различным физическим навыкам от тенниса до печатания на машинке представляет из себя в основном выработку поведения. Соусы, как и любой другой учитель, тренер или кунг-фу-мастер, дрессируют нас. Достигли или не достигли мы успеха в формировании какого-либо поведения, в конечном счете, зависит не от нашего искусства, а от настойчивости. В Зельде, в Resident Evil и многих других играх, если у игрока не получается пройти какую-то часть игры, сложность автоматически изменяется на более легкую. Эти игры предназначены для того, чтобы игрок чувствовал себя богом, чтобы ему было весело и интересно играть. Другим языком, эти игры — это розовый мир, в котором Мами-Джеев кормит игрока с ложечки, пока тот лежит у нее на коленочках. В Солсах же наоборот. Дизайнер, хорошая вставочка. Механика игры и противники втаптывают игрока в дерьмо, показывая ему, как он жалок. Ассоциации уже не с Мами-Джеев, а с 35-й страницей категории Коконбол Торчер. Солсы — сложные намеренно. В отличие от других игр, данный жанр не пытается тебя заманить к себе. Наоборот, Солс делает все, чтобы ты захотел выйти. Ты можешь больше никогда не играть в эту игру и чувствовать себя так же, как чувствовал до этого. Или же, ты можешь попробовать снова и доказать, что достаточное количество терпения, упорства, приобретенных навыков и мастерства способны победить тяжелые испытания. Солсы провоцируют тебя. Эти игры бросают тебе вызов. Дарксолс так и кричит, пройди меня, если сможешь, пусси. А как мы отреагируем на этот вызов, зависит только от нас. Сука, ну вот зачем ты, я не пойду опять, не пойду я опять обратно в этот Дарксолс, не хочу. Не пойду я в него обратно. Я еще не восстановился после прошлого раза. Это, конечно, все круто, пусси. А как мы отреагируем на этот вызов, зависит только от нас. Это, конечно, все круто, скажешь ты, мой дорогой пупсик, но как все это связано с тем, что я хочу сдохнуть? Затканье! Перенесемся ненадолго в более положительную атмосферу, где у нас нет забот, нет ответственности и нет бесконечного ощущения присутствия всепоглощающей бездны. Представь ситуацию, что в школе на экзамене ты получил плохую оценку, ты смотришь на свою троечку, грустишь. Кого с большей вероятностью ты будешь винить в своей плохой оценке? Себя, потому что ты плохо подготовился и не выучил достаточно, или экзаменатора, посредственно оценивающего твои труды, школьную систему, которая не предназначена для таких, как ты, да и просто, что жизнь к тебе несправедлива. А теперь представим обратную ситуацию. Скажем, ты получил хорошую оценочку. Кого теперь ты должен похвалить? Того же самого экзаменатора, который к тебе хорошо относится? Или же себя за свой труд, на который ты потратил часы подготовки? Как ты, скорее всего, отреагируешь и кого, скорее всего, ты похвалишь? Безусловно, обе эти ситуации и их восприятие зависят от нашего эго, от того, как мы себя любим, как критично мы к себе относимся, низкая ли у нас самооценка или высокая. Мы можем либо верить в свои силы, подкрепляя это здоровой самооценкой и брать ответственность за свой провал или победу, либо мы можем не ждать успеха от ситуации, скидывать ответственность на кого-либо другого. Допустим, на преподавателя, на часы, которые своим тиканьем сбивали нас, или на синего фантома, который не спас нас от красного, теперь закидывающего какашками наше исчезающее пепельное тело. Селф-эффикаку. Самоэффективность. Вот от чего зависит наше восприятие случаев с хорошей и плохой оценкой, веры в эффективность собственных действий и ожидание успеха от их реализации. Убеждения в самоэффективности определяют, как люди чувствуют, как они себя ведут и как хорошо они себя мотивируют. Простым языком, если ты веришь в то, что справишься, то с большей вероятностью ты и правда с чем-то справишься. Проводились исследования корреляции самоэффективности с подавленным настроением, в ходе которых выяснили, что слабая вера в себя приводит к высокому уровню тревожности, развитию суицидальных мыслей и депрессии, в то время как высокая самоэффективность снижает риски возникновения этих расстройств. Солсы с помощью своих провокаций и своей сложности принуждают игрока справляться с довольно трудными задачами. Они принуждают повышать свою самоэффективность ради того, чтобы двигаться дальше по сюжету. Механика, основанная на бесконечных повторениях одного и того же, заставляет поверить в себя и в свой предначертанный успех, заставляет учиться самоконтролю, ведь разрешение проблемы самоконтроля имеет значение для эмоционального опыта человека и его настроения, которые в свою очередь влияют на то, как люди разрешают жизненные конфликты. Поиграв в Солсу, в некоторых случаях жизнь видится по другим углом. Это больше не вечное поражение и бессмысленность попытки. Теперь это много разных задач, с которыми, веря в себя и в свой успех, ты пытаешься справиться. Зная, что теперь попыток у тебя много, ты не будешь винить весь мир в его жестокости, а попытаешься, приняв ее, сделать что-то снова. Конечно, это не значит, что если... Ну, кратце говоря, игра тебя учит одной такой вещи, которую учат взрослого. Когда ты становишься старше, ты приобретаешь такой момент, как усидчивость, усердие. Ты стараешься делать и делать, и делать, и делать, и делать, пока не достигнешь нужного результата. Некоторые люди не понимают, что можно достигнуть результата, если много-много стараться. И они такие, бля, у меня раз не получилось, два не получилось, да я все, в пизду не буду, ничего. И на этом все заканчивается. А Дарсоус, наверное, прививает как раз-таки такие моменты. Ты вот это вот получаешь для себя, вот это вот знание, которое, возможно, не успел где-то получить либо из-за хорошей жизни, либо за крупной опеки родительской. Вот. Как-то не реализовалась твоя самостоятельность как-то в какой-то степени. У тебя не откроется парашют в воздухе. Не-не, я просто в Дарсоус я отложил его. Я просто его отложил. У меня, у меня с ним нету проблем. Просто я, я не могу понять, в какой момент бы мне сесть и просто залпом его пройти. Не могу понять, какой бы мне момент просто уделить этому делу. Ты, как ни в чем не бывало, проснешься и попробуешь заново. Это касается наших моральных... Я, я, я не сколько слабый, я сколько ленивый, понимаешь? Ленин, Ленин, это худшее зло. ...моральных переживаний и замков. Появится понимание, что непреодолимые трудности это всего лишь дракон Медир, с которым справится даже голый перекачанный мужик с палкой. Мрачный мир, существование которого подходит к своему трагическому завершению. Огонь, угасающий с каждой секундой. Бесконечный цикл смерти и возрождения, отбирающий у тебя частичку твоей человечности. Тревога и страх, пожирающие тебя изнутри. Психологическое угнетение, приходящее со сознанием бессмысленности бытия. Снова и снова ты пытаешься что-то изменить, но это безуспешно. Что бы ты ни пробовал, вновь оказываешься один во тьме. Нетрудно провести параллель тяжелого момента в жизни с болью, которую несет в себе Дарк Соулс. В Соулсах наш персонаж испытывает физические страдания. Очень много физических страданий. Сквозь травмы и недостаток ресурсов, через мучения, балансируя между безумием и смертью, оголив свой старый меч, пепельно идет вперед. У него, как и у нас, есть выбор. Он может остаться, сойти с ума или сгнить. Это то же самое, что если мы просто выключим игру. Однако ни он, ни мы этого не хотим. Ведь физическая боль нашего персонажа символизирует нашу ментальную. Мы хотим, чтобы пепельный шел вперед, потому что сквозь страдания и боль мы ассоциируем себя с ним. Мы проходим дальше и дальше, мы мучаемся, но мы радуемся за успех. Ведь этот успех будет означать и наш успех. Если пепельный достигнет своих целей в конце игры, это будет означать, что и нам под силу достичь своих целей. Это мотивация идти вперед по жизни. Произведений и искусства с таким посылом достаточно много. Куда ни посмотри, мы найдем то, что может и научит бороться, но сможет дать нам силы терпения. Цитадель Фарона. Токсичное болото, где нас пепельных атакуют токсичные слизни, которые, в свою очередь, репрезентуют типичных фанатов леволиберальных идей. В этом болоте лежат остатки каменного моста. Обязательная вставочка. Вставочка здесь обязательно. На одном из этих кусков сквозь ядовитые пары и дюжины мерзких слизней проблескивает белый огонек с лутом. Подойдем поближе к свету и... А там по-любому какая-то шляпа. Я вот, знаете, я уже наигрался в соусы, я знаю, что, блядь, такие огоньки, ты бежишь до него и съебываешься, как скотина. А в этом огоньке что? Хитрый подъеб от Миядзаки. Ни-ни-ху-я там нету. Какая-нибудь шляпа ненужная, беспонтовая. И подняв его, нам дают меч гадца. А. Ну, ну ладно, или меч гадца. Ну или нихуя. Ну иногда, ну так, а, ну ладно, ну ладно. Белый огонек с лутом. Подойдя поближе к свету и подняв его, нам дают меч гадца. Гадца из берсерка. Хидетака Миядзаки даже и не скрывает, что фанатеет от берсерка. На протяжении всех соусов он делает кучу отсылок на мангу и поразительно, как самые темные и самые тяжелые произведения, от которых так и исходит беспросветная тьма и безнадежность, передают нам один и тот же посыл. Празднование жизни. Посыл идти вперед, посыл не сдаваться, даже если все гиперплохо. Так же, как и пепельный в Дарк Соулс, Гадца проходит очень сложный и тернистый путь. Гадца это антигерой, который имеет проблемы, недостатки, который теряет что-то на пути к своей цели. Но мы ассоциируем себя с ним, ведь его боль, хоть и кажется несопоставимой, но все так же похожа на нашу ментальную. Искупление Гадца будет значить и наше искупление. Дарк Соулс, как и Берсерк, учит идти вперед. Как бы не было бессмысленно, как бы не было трудно, Соулс показывает, что даже в самых темных местах можно разглядеть лучик света. Что пока ты не опустишь руки, пока ты не сдашься, пока ты продолжишь стараться, этот лучик света будет сиять, но не снаружи, а внутри. Дарк Соулс учит искать не внешние силы, а внутренние. Это прямой стоицизм через искусство. Кто-то сейчас может сказать, что Берсерк это про мужчину, который отказывается от своей судьбы и противоборствует предначертанному, но даже его противостояние можно рассмотреть как предрешенное самой судьбой. И тут дело даже не в предначертанном. Дело в нас. Мудрый человек живет в гармонии с судьбой и идет к ней сам. И дело не в том, какая судьба нас ждет, а в том, как мы относимся к прохождению этого пути. Стоицизм рассказывает нам, что все, что должно нас волновать, это то, что мы в силах контролировать. А контролировать мы можем лишь себя, свои эмоции, свое отношение к происходящему. Итак, что мы поняли из этого ролика? Что либералы это слизняки из болота? Ну почти. Но в основном, что соусы развивают самоэффективность, прививая нам дисциплину и терпение, которая в свою... За шуток с либералами-то? В том, что соусы... Что-что-что ли те либералы сделали? Соусы развивают самоэффективность, прививая нам дисциплину и терпение, которые в свою очередь влияют на наше эмоциональное состояние? Любая сложная задача более не кажется непреодолимой, а скорее выполняет роль испытания, которое нам требуется попытаться пройти. Но это не все. Важным аспектом является то, что готический средневековый стиль, потухшие костры, ужасные монстры, эстус, потерявшие надежду рыцаря, депрессивные локации, токсичные отходы, сложные боссы, беспросветная тьма и почти полное одиночество, то есть Дарк Соулс, это не про нескончаемую безнадежность, это не про бесконечные страдания, наоборот, Дарк Соулс репрезентует празднование жизни, ее восхваление, любовь к ней, какой бы темной и безвыходной жизни казалось. Дарк Соулс показывает, что какой бы ужас ни происходил в твоей жизни, сдаваться нельзя. Можно биться об стену, кричать и злиться, можно получать травмы, ненавидеть, можно плакать и грустить, но никогда не стоит опускать свои руки, нельзя становиться опустошенным. Что же, если тебе понравился этот ролик, и ты бы хотел больше роликов с психологическим анализом от человека, который ничего не смыслит в психологии других людей, то обязательно дай мне знать в комментариях. Спасибо за просмотр, увидимся позже, пока. Не, ну хорошо, не, ну хорошо, нет, по факту, так-то по факту человек говорит, так-то по факту. Дарк Соулс и серия Дарк Соулсов, и... Вообще, Соулс игры, они достаточно своеобразные и интересные, и... И не раз у многих сгорала жопа на этой игре. Сгорала жопа, они продолжали в нее играть, потому что ищут смысл не только самой игры, но и ищут смысл для себя внутри. Я преодолею, я смогу, я это сделаю. Но, но это, это не про меня. Это не про меня, когда-нибудь, когда-нибудь я приду к Дарк Соулсу, когда мои силы преодолеют большое количество, большой мешок лени, прям, когда вот, вот тогда, да, тогда я дойду все-таки до Дарк Соулса и смогу поделиться большим мнением, когда-нибудь. Что ж, ребята, всем спасибочки за просмотр, подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в следующем видеоролике. До новых встреч! Продолжение следует...